Это новости на канале НСК 49. В домашней студии для вас работает Татьяна Мучукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Голосование открыто. На избирательных участках области уже можно принять участие в голосовании по поправкам Конституции. Одним из первых это сделал губернатор. Помощь для бизнеса. Уполномоченный по правам бизнеса совершил визит в Новосибирск. Будет ли оказана реальная помощь компаниям? За электричество онлайн. Новосибирск Энергосбыт расширил возможности оплаты за электроэнергию. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало в нашем городе. Досрочно можно проголосовать только при наличии паспорта. Подавать предварительную заявку на досрочное голосование не требуется. Одним из первых свой голос отдал глава региона Андрей Травников. С подробностями Василий Акимов. С 25 июня началась процедура голосования по внесению изменений в основной закон государства. Выразить свое мнение по поводу вносимых в Конституцию поправок можно до 1 июля включительно. По месту своей регистрации. Как в помещении избирательного участка, так и около дома. На придомовой территории. В регионе работают более 2000 избирательных участков. На одном из них, расположенном на улице Серебренниковской, проголосовал губернатор Андрей Травников. Утром очень активно участвовали жители этого района, те, кто прикрепился к данному УИКу. И много людей было. Сейчас, как вы видите, достаточно свободно, но тем не менее, по окончании рабочего дня я и мои коллеги знают, что сюда заходили проголосовать. Как мы убедились, ничего не поменялось с момента нашей выездной проверки позавчера, когда мы оценивали меры санитарной безопасности. По словам авторов поправок, задача конституционных изменений – надежно защитить суверенитет государства, закрепить в основном законе социальные приоритеты. Поправки усиливают обязательства государства перед своими гражданами в здравоохранении, социальной сфере, культуре, экологии, в трудовых отношениях, в вопросах заботы о детях и пожилых. Кроме того, в пакете поправок учтены более строгие требования к чиновникам. Очень важно, чтобы вы поучаствовали в этом процессе, пришли, проголосовали и выразили свое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Я лично считаю, что они направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого из жителей Российской Федерации. Напомним, что проголосовать по поправкам в Конституцию можно на стационарных и временных избирательных участках, а также на дому. Отметим, что на избирательных участках приняты максимальные меры безопасности. В течение дня комиссии будут проводить влажную уборку полов и дезинфекцию поверхностей. На всех избирательных участках приняты меры для того, чтобы вся процедура была по возможности бесконтактной и безопасной. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России, в личном кабинете на портале Госуслуги или позвонить на горячую линию Центра избиркома по номеру 8 800 200 00 20. Параллельно с голосованием по вопросу внесения поправок в Конституцию России, в Новосибирской области проходит анкетирование жителей для определения приоритетов распределения народного бюджета и по вопросу присвоения Новосибирску почетного звания город трудовой доблести. Соблюсти все санитарные нормы в пунктах проведения ЕГЭ и организовать правильно процесс сдачи экзаменов, чтобы не возникло сомнений в объективности их результатов. Об этом шла речь на выездном совещании в гимназии номер один, которое провел мэр Новосибирска. В Новосибирске 216 среднеобразовательных школ, но единый госэкзамен выпускники будут сдавать в 45 специально для этого оборудованных и подготовленных пунктах. На входе дезинфекция и контроль физиологических параметров, в данном случае температуры. Возможен теоретический вариант, что по медицинским параметрам кто-то не пройдет. Но при этом на август месяц определены резервные дни, в которые как раз эта категория детей, если такое произойдет, смогут все экзамены сдать. Далее каждого выпускника в сопровождении педагога проводят в аудиторию, где и будет проходить экзамен. По пути придется сдать на временное хранение все гаджеты. В самих классах будет соблюдаться социальная дистанция. В таких условиях там будут находиться максимум 9-10 человек. Мы руководствуемся прежде всего тем, чтобы, несмотря на все наши трудности сегодняшние, это же все забудется, это все пройдет, там пандемия, все это пройдет, а у ребятишек впереди большая жизнь. И ломать им жизнь нельзя. То есть мы сегодня направляем все наши усилия для того, чтобы они имели возможность проявить себе, показать свои знания с тем, чтобы выбрать, как я сказал, уже дорогу в будущее. Из 8 тысяч выпускников новосибирских школ, одна тысяча отказалась от сдачи экзаменов, так как аттестаты уже у всех на руках. И если у кого-то нет цели поступить в ВУЗ, то в дополнительном тесте знаний необходимости нет. В связи с пандемией были переведены все школы у нас на дистанционное обучение. И, наверное, сейчас самое важное, чтобы выпускники в первую очередь не пострадали от этого. Действительно, нынешний учебный год потрепал нервы и ученикам, и преподавателям. Поэтому, чтобы на ЕГЭ выпускники смогли сосредоточиться на главной своей задаче, продемонстрировать знания, организация этого процесса должна быть на самом высоком уровне. Первое пленарное заседание Общественной палаты Новосибирской области в новом составе уже седьмого созыва прошло весьма результативно. Представители общественности выбрали председателя. В связи с началом работы участников форума поздравили первые люди области. По традиции, первое заседание нового состава Общественной палаты Новосибирской области открыл самый старший ее член, которым оказался Владимир Сергеевич Грибовский. Объявляю, первое пленарное заседание Общественной палаты Новосибирской области седьмого созыва открыто. Общественная палата избирается каждые три года, и главная цель ее работы – налаживать взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов простых людей, защиты их прав и свобод. О том, как плодотворно палата работала предыдущий созыв, говорил губернатор Новосибирской области. Андрей Травников упомянул участие общественников в разработке новой стратегии социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство», сопровождение национальных проектов, работу наблюдателей в различных выборных компаниях и многое другое. Эффективное сотрудничество отметил и заместитель председателя ЗАГС Собрания. Действительно идет предметный подбор специалистов во всех областях жизни нашего региона, и мы в этом, конечно, заинтересованы, потому что систематически члены общественной палаты работают в комитетах, принимают участие в заседании комитета, в законодательном собрании, работают на сессиях, и ваше мнение нам не безразличное, и мы зачастую принимаем решения, исходя из вашего мнения. Митрополит новосибирский Иберский Никодим выступал в этот раз не как гость, а как избранный член общественной палаты. И, конечно, будучи пастырем душ человеческих, говорил в основном о моральных ценностях. На этом поприще мы в первую очередь должны думать не о том, что мы получим для себя, а о том, что мы можем сделать для общества. Есть множество и множество вопросов, которые крайне значимы для простых людей. Но, наверное, прежде всего мы должны помнить о такой вещи, как человечность. Ну а председателем общественной палаты Новосибирской области седьмого созыва вновь стала Галина Гриднева, председатель правления региональной общественной организации «Общество знания России». Новосибирскую область с рабочим визитом посетил Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав потребителей. На его встрече с представителями бизнеса региона, лидерами отраслевых и общественных союзов побывал Александр Булдаков, который выяснил, с какими проблемами приходится сталкиваться с сибирскому деловому сообществу и насколько выручает в условиях пандемии федеральные меры поддержки. Свою встречу с предпринимателями на Сибирской области бизнес-омбудсмен Борис Титов начал с вопросов реализации федеральных мер поддержки. Он отметил, что некоторые из них, такие как налоговые льготы, 2-процентные кредиты, субсидии пользуются большим спросом, но заработали они не сразу и имеют ограниченный лимит. И это на фоне довольно печальной картины положения дел в российском среднем и малом бизнесе. Пострадало, по нашим полнооценкам, как минимум 60% получило минус 30% от выручки. Сегодня реально получают прибыль, ну вот сейчас немножко это увеличилось там, но под 10% от всех субъектов, не больше. Поэтому, конечно, тот объем помощи, который был прямых, то есть финансовой помощи, он, конечно, очень ограничен. Другой вопрос, что работают другие институты, например, то, что поддерживается спрос, да, через прямые выплаты семьям с детьми, через пенсии. Поделился Борис Титов и тем, как прошли его встречи с главой региона и полпредом в Сибирском федеральном округе. Главный разговор был, надо отпускать, надо постепенно, постепенно выходить. Надо, Москва уже открыла все рестораны, все торговые центры. Надо, надо выходить. Несмотря на то, что есть, конечно, заболевания, но сегодня меньше единицы этот индекс здесь, в Новосибирске. Надо выходить, надо выходить. И вот это главная тема, которую мы сегодня обсуждали. Омбудсмен уверен, что с соблюдением санитарных норм просто необходимо запускать бизнес, пока он еще в состоянии это сделать. Еще с самого начала мы говорили, если месяц еще сможем продержаться, потери будут минимальными. Два месяца потеряем 20% бизнеса. Ну, естественно, точную цифру никто не может сказать. Но если будем три месяца сидеть в изоляции, то выйдут на обратно очень, ну, не единицы, но как минимум 50% пострадает сильно. Представители бизнеса обнажили еще одну возможную проблему будущих инвестиций в сферы, которые пострадали от ограничительных мер сильнее остальных. Возникла проблема, как дальше инвестировать в эти отрасли. Понимаете, мы столкнулись сегодня с риском, который мы теперь должны будем в будущем учитывать. И вот если, допустим, кто-то захочет вложить деньги в отель или в ресторан, то он еще крепко подумает. Да, то есть уже теперь инвестор крепко подумает, как ему инвестировать и как страховать здесь свои риски. Повлияет ли визит бизнес-омбудсмена Бориса Титова на какие-либо решения региональных властей по снятию ограничений на деятельность предприятий торговли, общепита и других отраслей, которые сегодня не работают, мы, видимо, узнаем уже в ближайшее время. С 1 июля в Новосибирске и области изменятся тарифы на электроэнергию. Как удобно совершить платеж до повышения и узнать новые тарифы, смотрите далее. Мы хотим сообщить жителям Новосибирской области, что с 1 июля 2020 года изменяются тарифы на электрическую энергию. Они утверждены Департаментом по тарифам Новосибирской области. Ну, во-первых, как узнать новые тарифы. Новые тарифы можно узнать на сайте компании, на сайте Новосибирскоэнергосбыт. Всем пользователям мобильного приложения Платосфера будет направлено сообщение о новых тарифах. Также новые тарифы можно узнать, обратившись в WhatsApp по телефону 273-98-98 или по телефону колл-центра 273-98-98, задать вопрос роботу-консультанту или чат-боту, и вам будут сообщены новые тарифы на электрическую энергию. Новосибирскэнергосбыт рекомендует своим клиентам до 30 июня 2020 года передать показания электросчетчика и внести оплату за электрическую энергию. Сделать это, не выходя из дома, просто. Воспользовавшись мобильным приложением Платосфера или с помощью сайта новосибирскоэнергосбыт.рф Приложение Платосфера устанавливается на телефон быстро. С его помощью можно передать показания счетчика, совершить платеж, а также оплачивать иные коммунальные расходы. Производить оплату онлайн через сайт компании можно как из личного кабинета, так и без регистрации. А не забывать про своевременную оплату поможет услуга автоплатеж. Кроме того, в личном кабинете на сайте новосибирскоэнергосбыт.рф можно решить и другие вопросы, связанные с электроснабжением. Например, переоформить лицевой счет, получить справку об отсутствии задолженности. И не надо посещать офис компании. Также те жители, которые успеют произвести оплату электрической энергии до 26 июня в мобильном приложении Платосфера, могут принять участие в программе лояльности, где жителям за своевременные оплаты начисляются бонусы. Накопленные энергобонусы можно списывать в счет оплаты электроэнергии. Напомним, что принять участие в программе лояльности можно до 26 июня включительно. Подробности на сайте новосибирскоэнергосбыт.рф Акция «Спасибо врачам» продолжается в нашем городе. С первых дней распространения коронавирусной инфекции люди, находящиеся в группе риска, а также медработники, работающие с ними, стали получать различную помощь. Кто и чем помог на этот раз сотрудникам больницы номер 11 и насколько востребована такая поддержка, смотрите далее. Медицинские халаты и чехлы для телефонов соответствующие всем требованиям работы в красной зоне. Приобретены они на взносы членов партии «Единая Россия». 80 халатов и 100 защитных чехлов для телефонов уже передали сотрудникам городской клинической больницы номер 11. Еще 160 халатов отправят в другие больницы. Врачи и медсестры ходят в красную зону, соответственно, чтобы была связь. Соответственно, все это должно обрабатываться, по дезинфекции проходить. Это очень такая интересная ухала. Это нигде не предусмотрено. Это была, собственно говоря, идея врачей. Мы очень благодарны «Единой России», что она откликнулась на нашу просьбу, потому что много вопросов решалось в течение, вот как разворачивался госпитал коронавирус. Это испытание медиков, дежурных смен, это обеспечение, потому что основная часть, конечно, идет в счет средств бюджета и средств индивидуальной защиты, медикаменты, все это ММС. А вот такие вот вещи, которые, наверное, сложно объяснить, и доктора сами стали покупать, и мы обратились с просьбой. Врачи говорят, что у них нет недостатка в индивидуальных средствах защиты. Этот вопрос находится под постоянным контролем регионального Минздрава и партии «Единая Россия». Такие подарки – способ сделать нелегкий труд врачей более комфортным и эффективным. Нужно какие-то экстренные вещи решать, и мы не можем ждать, пока мы его где-то найдем, он по этажам и так далее. Он всегда должен быть мобильный. Поэтому в любой момент я могу ему позвонить, или там, например, он очмет, или просто зав. отделения, или другой врач, они между собой общаются. И он всегда находится на связи, может ему прийти на помощь, если где-то что-то случилось, какое-то усиление, он придет и поможет. Поэтому это, конечно, очень необходимая вещь, нам она нужна. Напомним, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Уже в самом начале пандемии партия «Единая Россия» приобрела более 200 автомобилей «Лада» для медучреждений. Две из них поступили в новосибирские больницы. Кроме того, в рамках акции «Спасибо врачам» добровольцы передают медикам чайные наборы, защитные костюмы, медицинские халаты, чехлы для телефонов. Готовы оказать любую посильную помощь в их нелегкой работе. И свои намерения партийцы уже подтвердили реальными делами.